Здравствуйте, в эфире программа Диалог. И сегодня в нашей беседе мы встречаемся с почетным гражданином Северо-Казахстанской области, отличником образования Нелли Александровной Ивановой. Здравствуйте. Здравствуйте. С самого первого вопроса хотелось бы у вас спросить. В какой семье вы родились? Вы знаете, у меня была замечательная семья. Мы выросли в любви, согласии и понимании. Наши родители никогда не ссорились. У нас в доме не было никогда матерных слов. Если что-то надо, мы сделали неправильно, через беседу, через диалог нам родители это разъясняли. Они нам в наследство оставили три заповеди. Первое. Они говорили, никому не завидуй, не злись, потому что зло и зависть разрушают человека. В-третьих, они говорили, даже в самом отвратительном человеке, который тебе очень не симпатичен, постарайтесь найти хорошее качество. И вы тогда на этого человека посмотрите с другими глазами, и уже разговор у вас будет иной. И, конечно же, очень трепетно они нам говорили о том, что каждый из нас в соответствии со своим образованием, мы все получили образование, они говорили, вы должны в той сфере, в которой вы работаете, стать классными специалистами, чтобы лучше вас в этих вопросах никто не разбирался. Вот когда мне избрали секретарем горкома Комсомола, я пришла домой и сказала, свой был клен, и мне избрали секретарем горкома Комсомола. Мы когда сели ужинать, папа сказал, дети, запомните, должности временные, а человеком надо быть всегда. И вот этот наказ я пронесла через всю свою жизнь. А какое вы получили образование и где? Я закончила наш Петропавловский педагогический институт. С четвертого курса, закончив четвертый курс, я была приглашена на работу в Петропавловский горком Комсомола. Потом я была потребность и необходимость повысить свой политический уровень, и я поступила в Алматинскую высшую партийную школу, после окончания которой долго работала в партийных органах. И затем, и мне повезло, я была направлена в аспирантуру в Академию общественных наук, где я и защитила кандидатскую диссертацию, стала кандидатом исторических наук. Поэтому образование получило отличное. Хотелось бы услышать о вашей комсомольской юности, какие должности вы занимали, и вообще об этом поподробнее. Ну, комсомольская юность — это неповторимое явление. Мало того, я вам хочу сказать, что вот наше комсомольское братство, оно существует еще и сегодня, и сейчас. У нас есть общественная организация, юридическое лицо, АДАК, где мы все комсомольцы не только собираемся 29 октября в день рождения комсомола, а по ходу мы решаем очень многие вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, оказанием помощи друг другу. То есть мы даже сейчас всегда приходим в минуты не только радости друг другу навстречу, но и в такие скорби, каких-то неудач, оказываем поддержку и внимание. Поэтому в комсомольской юности моей очень много ярких страниц. Петропавловск — город, ну, интересный, ничего не скажешь. Но у нас был всего лишь один-единственный институт. И вот в то время по телевидению показывали трансляцию клубов КВН. Не отходил город от этих телевизионных ящиков, как в народе говорят. И мы подумали, в горкоме комсомольцы решили, а почему он не может провести у себя? Собрали комсоргов. Они говорят, а давайте. И мы создали клубы на заводах на наших. Мы проводили между предприятиями встречи. И в канун 69-го года на телевидении мы провели итоговую встречу между командами завода Куйбышева и завода ЗИМ. И прижилственный слух. Мы создали молодежный кафе, были везде. Мы у себя создали тоже молодежный кафе. И мы открыли детские дворовые клубы. У нас по городу их было почти 20 детских дворовых клубов разных микрорайонов города. В строительном здании выделяли одну квартиру, и там был детский дворовый клуб. И многое можно что сказать, потому что это была не только работа для людей, но это и было наше становление, наше взросление. Мы получали опыт, знания. И самое главное, мы учились взаимоотношения друг с другом, любить людей, понимать людей. То есть вы уже тогда были очень-очень активной девушкой? Ну, в комсомоле все были активны, не только я. Вот сейчас вы можете любого комсомольца нашего поколения взять, и они вам еще расскажут больше, чем я. Интересно, а для чего создавались молодежные кафе? Молодежные кафе создавались для того, чтобы можно было прийти не просто там... Кстати, в кафе не было спиртного, а чтобы выпить чашку кофе, чая и поговорить, побеседовать. Вот очень интересны были дискуссии. Мы там слушали стихи наших местных поэтов. Приезжие поэты приезжали. Вот в этот период, когда я работала в комсомоле, был такой Плешаков Володя. Он работал в редакции, он создал клуб «Поэзия Парус» на общественных началах. И в этот клуб «Поэзия Парус» приезжали вот такие поэты. Лев Ашанин, Римма Казакова, Городницкий. Это не просто встреча с этими удивительными людьми и слушали мы их стихи, но мы слышали их жизненную позицию. Как они? Почему пишут это? Что их волнует? Это естественно и оставалось без следа. Вот там шел обмен мнениями. В этих молодежных кафе мы уточняли свои позиции. В этом кафе мы обогащались духовно. А это действительно так, что в этот период создавались комсомольские дружины? Да, это так. Вот, знаете, в городе, я не скажу, что было хулиганство, нет, но какие-то потасовки между молодежью, значит, такие были встречи не очень доброжелательные. И ребята, сами, заметьте, не мы, а ребята пришли с идеей создать оперативный комсомольский отряд. Это были Бодров, Нестеров. И вот сейчас еще до сих пор бессменный комиссар этого студенческого отряда Шаги Морданов Олег Жив. Вот они создали этот отряд. Мы, горком комсомола, посоветовались с комсомольцами и говорили, раз есть отряд, значит, мы его назвали не отряд, а дружина. Он должен быть в свою форму, чтобы они шли по улице и видели, да, это идет комсомольская дружина. Ребята разработали форму, мы заработали деньги, шили им форму, и когда шли наши оперативные комсомольские дружинники по городу, все подтягивались. И это чувствовалось. И город дел милиции был очень благодарен нам за помощь в наведении вот этого общественного порядка. Вы очень долгое время проработали в партийных органах. Расскажите, это интересно, какой был в то время дух? Вы знаете, мне повезло, я работала с удивительными людьми. Вот в то время был очень сильный, мощный директорский корпус. Каждый руководитель был не только хозяйственник, он еще был и воспитателем. Вот в Заградовском совхозе директор Шоль Иван Карлович, он впервые в нашей области, вообще в республике, провел идеологическую планерку. То есть не рассматривались надои, привесы, темпы уборки или пассивной, а на идеологической планерке рассматривались вопросы, связанные с воспитанием, организацией образования, здравоохранения, благоустройством поселка. То есть что конкретно касается человека. И с легкой руки Шоля эти идеологические планерки стали проводиться в целом по нашей области. Забота о человеке вот в тот период проявлялась. В Мамлюцком плитзаводе Моринец был директор, и он решил для своих животноводов создать дом животновода. И когда пришли животноводы к себе на ферму, они не узнали. Там была для них построена банька, там была у них столовая. Было отдельное место, где они могли переодеться, одеть рабочую одежду. После они могли помыться, потом посидеть в кафе, и даже что-то с собой унести домой, пирожки или еще какое-то печеное. То есть они почувствовали себя людьми. И дом животноводов также стали повсеместно распространяться в нашей области. Или в Чапаевском совхозе Бекузаров был такой. В городе создаются профилактории. Я так полагаю, что он решил, а мы чем хуже. И он у себя на базе своей участковой больницы создал такой профилакторий, где сельчане получали лечение. Этих примеров очень можно приводить много, потому что вот главное для этих людей, конечно, экономические показатели, за это спрашивали, они отвечали. Но забота о людях, которые, чувствуя внимание к себе, с полной отдачей трудились и помогали. Вообще надо уметь найти подход к человеку, заметить лучшее качество человека и дать ему реализовать себя. И с другой стороны, у каждого человека тоже есть какой-то потолок. Кто-то может больше, кто-то может меньше. И даже те, которые в силу каких-то обстоятельств не могут реализовать себя как иные, для них найти место по их силам, чтобы они чувствовали себя тоже востребованными и гордились и своим рабочим местом, и то, что они делают. Вы считаете, что человека нужно обязательно поднимать духовно и поднимать, знаете, есть такое выражение, что не материальные ценности важны, а именно поднимать его в глазах других людей. Такое нужно делать или нет? – Безусловно. Потому что, хотим или нет, каждый хочет быть личностью. А личностью стать непросто. Для этого надо от чего-то отказаться и в чем-то преуспеть, приложить усилия. Вот не случайно Нур-Шулзан Аблишевич вышел с речью именно о духовной жизни человека. И это очень правильно, потому что духовная жизнь человека, она его преображает. И даже человек может перешагнуть через себя и сделать больше, чем в нем это заложено. Вот это и есть профессиональный рост человека. Это и есть духовный рост человека. А мы, кто занимается этими делами, должны им это обеспечить. Вот для этого нужно менять образование. И случайно в послании Нур-Шулзан Аблишевич об этом именно говорит. В свое время наши педагоги, замечательные, талантливые педагоги, вот ко мне пришел Слухаевский и говорит, Нелли Александровна, давайте создадим лице. А он был у меня инструктором, работал в обкоме. Я говорю, как же, ну инструктора найдем. Ну мы создадим новые учебные заведения нового типа. И мы отпустили его. И он действительно создал лицей, которым мы гордимся. До сих пор. До сих пор гордимся. После него осталось. Да. Дальше. Первую гимназию создала Полищук. Школа комплекса по эстетическому воспитанию. Пришел Мерк на базе колледжа, на базе техникума. Давайте создадим колледж. И создали колледж. Он работает сейчас и успешно работает. Но вот как раз это тот период был. Это та эпоха. Потому что вот в свое время, когда мы работали, мы руководствовали. Это было одно время. И принципы, которыми руководствовались государственные органы, были одни. Это было партийное руководство, социалистическая законность, плановое ведение хозяйства, федерализм, уважение к национальности, ко всем национальностям, равноправие национальности, координация движения. Сейчас несколько уже изменились условия. Потому что это многопартийность, идеологический, политический, плюрализм, частная собственность, экономическая свобода. Суверенитет и так далее. И уже самыми вот эти принципы предполагают иной подход к организации деятельности. Почему вот сегодня вот эти новые заведения, которые мы создавали в свое время, нужно сейчас наполнить новым содержанием. Вот почему наш Султан Абишевич, значит, поэтому говорит о конкурентоспособности, о прагматизме, о культе знаний. И вот это должны, и делают сегодняшнее поколение. Скажите, а такое возможно на сегодняшний день, чтобы вот точно так же прийти и сказать, я хочу создать что-то, то-то, то-то и то-то. Получится сегодня, если такой человек придет или нет? Я думаю, что да. Если приходить, вот что такое концепция? Это мысль о предмете деятельности, выраженной в сжатой лаконичной форме. Если, я думаю, к органам власти придет сегодня человек со своей концепцией, что он хочет сделать то-то, 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 для этого нужно то-то, 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 то, безусловно, органы пойдут навстречу, и будет это сделано, и это будет осуществляться. Посмотрите, сколько сейчас построено, новых спортивных комплексов создаются, посмотрите, что сейчас у нас открылся новый казахский театр, потому что пришли, в этом возникло необходимо, и многое другое. Но для этого надо знать, что ты хочешь, и как ты будешь это делать, тогда тебе будет поддержка. А если приходит человек, было бы неплохо вот это сделать, а как, не знает. Конечно, такая идея не будет иметь поддержки, и правильно, потому что ты хочешь что-то изменить, ты должен созреть и прийти с этим. Тогда будет поддержка. А теперь хотелось бы немножко вернуться к культурной жизни, и хотелось бы услышать, а какие начинания поддерживались в большинстве своем? Вот в нашей области очень сильны культурные традиции. Во-первых, я хочу сказать, что у нас, и в этом году мы будем отмечать 80 лет, со дня рождения Кардашоу Владимира Максимовича, который был директором музыкального училища, сам великолепный хормистер, он заложил основы хорового пения. У нас в области было более 60 хоровых коллективов. Мы проводили праздник песни, областной праздник песни. На стадионе 3000 хор звучал, причем не у Венесон, а многоголосие. Это со всех районов люди приехали, подготовили свои партии, и вот это был настоящий праздник. Когда мы... Оркестр народных инструментов Верещагин создал, это был уникальный оркестр. В целом у нас было где-то более 30 русских оркестров, народных инструментов и около 30 казахских народных инструментов. Я скажу, что очень большое значение имеет стационарно наше культурное учреждение. Вот наш театр Погодина, 130 лет отмечает он, а в столетия этот театр гастролировал в Москве, в помещении Малого театра. Затем это очень редко было. В ЦК КПСС был прием коллективу нашего театра. И мне было сказано тогда, один из руководителей, который отвечал за культуру, сказал, Нелли Александровна, спасибо вам. Теперь на театральной карте нашей страны загорелась еще одна яркая звездочка. Это высокая оценка была коллектива. Был открыт в это время кукольный театр, был открыт в это время музей изобразительных искусств. И в это время очень активно развивалась художественная самодеятельность. Вот у нас в области было почти 181 бригад. И вот когда проводилась пассивная уборочная кампания, в тот момент, когда люди обедали, пока не ели там суп, кашу свою и так далее, а гид бригада рассказывал, кто как сработал, и вместе с тем пели песни веселей, и они с новой энергией продолжали свою деятельность. Ну и, конечно же, наша область – это родина многих великих писателей. Вот в этот период был отремонтирован дом-музей Ивана Шухова. Был открыт музей Сабита Муканова. Нужно сказать, что впервые в этот период мы начали праздник, дали толчок, так сказать, Макжану Жумубаеву, что мы отмечали его. В Сартамаре были организованы Макжановские чтения, куда приехали со всего нашего Казахстана гости. Первый Айты Сакынов проводился в Жамбуловском районе. То есть очень многое, что было сделано впервые, потому что это было востребовано временем, и люди были готовы не просто быть зрителями, а участниками, производителями. И когда вот Айты Сакынов, я вообще не ожидала, столько было желающих, так замечательно пели, играли на дамбре. Всё это было, естественно, по-казахски, но рядом со мной сидели два переводчика, Таженов и Смогулов, и они говорили, это поют о том, это поют о том. Я потом даже слышу, звучит там Неля Александровна, а они говорят, это говорят вам спасибо, Неля Александровна, что организовали этот Айты Сакынов. То есть люди, от них зависит всё. Они могут это делать, и они могли себе реализовать, а условия для этого были. А сейчас могут люди делать? Безусловно. Сейчас больше возможностей. Сейчас другие условия, другие финансовые. Раньше был бюджет. Сейчас сколько предпринимателей. Многие из них занимаются спонсорской помощью, оказывают поддержку в проведении очень различных мероприятий. И очень важное, я считаю, в этом, что люди, вот и в тот период, и сейчас, они неравнодушные. Потому что вот уровень цивилизации оценивается не уровнем богатства, обилием урожая, масштабностью городов, а тем поколениям, которые воспитала страна. И я думаю, что вот то поколение сейчас пришло, замечательное поколение. Есть какие-то сбои? Безусловно, есть. Потому что всё, что легковесно, пена вот эта вся наверху плавает, ветер вздунул, и всё же. А вот эти золотые слитки, капли, они как раз остаются, они составляют фундамент, они составляют вот эту самую основу. И я вам скажу, вот даже кто прошёл вот ту школу, которую прошла я и все моё поколение, это люди все востребованные. Вот Башмаков, секретарь Горкома Комсомол был, сенатор был, сейчас заведует кафедрой. Егоров, значит, был завлекторской группой об Компартии. Сейчас он является ректором одного из московских университета. Яковенко, секретарь Рейкомпартии. Он является сейчас значит, социальной службой в нашей области. И этих примеров можно привести множество, потому что люди не только нашли себя в это время, но, мало того, они и приумножили то, что они имели. Это ценится очень высоко. Нелли Александровна, а на сегодняшний день вы как-то свой опыт передаёте кому-нибудь? Да, конечно. Я очень много лет, более 10 лет преподавала на курсах повышения квалификации государственных слушателей при Акиме области. И как раз тема моих выступлений была связана этика, делала общение государственного служащего, подготовка публичного выступления, умение отставить свою точку зрения, аргументированно убеждать своих оппонентов. И я полагаю, что это не зря. У вас требованность ещё существует? Ну, по крайней мере... В ваших трудах, в ваших публикациях. Кстати, расскажите о ваших публикациях. Мне, кстати, вот, говорит, востребованность Дом Ассамблеи народов Казахстана. Меня недавно приглашали, я перед ними целую неделю читала лекции, то же самое для всех участников. Партия Нуратана меня приглашала, тоже я им, значит, выступала по всем этим проблемам. Ну, а человек, который имеет учёную степень, если он не работает и не приумножает свои знания, то практически это... Бессмысленно. Бессмысленно. И поэтому у меня где-то 40 научных публикаций. География их публикаций очень большая. Это Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь, Воронеж, ну, я уже не говорю, Алмата, Кокчета, Тюмень, Омск. То есть, ну... Ваша научная деятельность просто не имеет границ, так скажем. А это у всех, не только у меня. Это у всех, это ещё я очень скромна, потому что я, когда партионогрин расформировали, я работала преподавать сначала в Институте совершенных учителей, замдиректора по научной работе, а потом преподавала в Казахстанской Российской университете и очень многие годы и совсем недавно я только перестала преподавать. Это Челябинский университет, Пустанайский филиал. И, естественно, учебное пособие там у меня вышло для, значит, по риторике. И это востребовано. Но, как говорится, всему своё время, как я говорю, нужно вовремя уходить, чтобы о тебе сожалели, а не тебя жалели. Хотелось бы ещё очень узнать, как Вы считаете, очень много лет посвятили себя в Североказахстанской области, всю себя практически посвятили. На сегодняшний день, как Вы считаете, что нужно делать для того, чтобы наша область дальше развивалась и чтобы у нас была активная молодёжь, чтобы мы любили свою область? Ну, во-первых, все мы должны быть созидателями. То есть мы должны что-то делать, творить на благо нашего Отечества. Далее, каждый человек должен иметь совесть. Вот человек, который здесь проживал у нас в городе, значит, на вольном поселении, был такой Павел Груздев. Он сказал, самое страшное в жизни это потерять совесть. У совести нет зубов, но она может загрызть тебя до смерти. И ещё, очень важно отказаться от равнодушия. Вот мы видим, вот сейчас даже проблема коррупции. Отовсюду коррупция, коррупция, коррупция. Но наше равнодушие не позволяет избавиться от этого зла. Потому что смотрим, говорим, а оно мне надо? А это, а я что, крайне? А мне что, больше всех надо? Вот до тех пор, пока будем мы равнодушными людьми, трудно будет движение осуществлять вперёд. И причём коррупция, равнодушие, это не проблемы сегодняшнего дня. Это проблемы давние. Вот сто лет назад Ясинский сказал замечательные слова. Не бойтесь врагов, в худшем случае они вас могут убить. Не бойтесь друзей, в худшем случае они вас могут предать. Бойтесь равнодушных. Они не убивают, они не предают. Но с их молчаливого согласия на земле совершаются все преступления. Поэтому вот, дорогие земляки, я вам желаю, давайте все вместе откажемся от этой бациллы равнодушия. И тогда всё, что мы уделаем, будет происходить с утроенной силой. И отдача будет великолепная. Из заключения хотелось бы у вас узнать. Вы прекрасный собеседник, очень интересный. Но мне хотелось бы узнать, а у вас есть время задуматься о своём возрасте? Ну, во-первых, я хочу сказать вот о чём. Возраст это не показатель в паспорте. Возраст это состояние души. Поэтому вот вы дойдёшь к зеркалу, да, вроде чувствуется. Но в сердце всё ещё комсомольские песни, всё ещё песни нашей юности. Поэтому есть ещё энергия, есть ещё запал, и желание изменить что-то к лучшему. Спасибо вам большое, Нелли Александровна, за замечательную беседу. И хотелось бы вас поздравить с днём рождения. Спасибо. Спасибо. Хотелось бы вам пожелать здоровья, оптимизма и долгих-долгих лет. Спасибо за тёплые слова.